Два года полумасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. И вот получаем новость. После начала войны экономика России стабилизировалась, но война и санкции все же существенно повлияли на ее развитие. Российская Федерация недополучила 170 миллиардов долларов потенциального экспорта. Об этом пишет издание Financial Times. И возможно дальше будет больше. Давайте обсудим эту и другие темы с Александром Савченко. К нам присоединяется экономист, финансист, банкир, ректор Международного института бизнеса. Александр Владимирович, здравствуйте. 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 Почему надеемся, что будет больше? Потому что оптимистичными прогнозами делятся в Соединенных Штатах Америки. Вот там уверены, что потери РФ в ближайшее время только усилятся. И говорят, что угроза санкций для банков замедлила уже значительно движение денег в Российской Федерации. Особенно отмечают замедление потоков денежных между Российской Федерацией такими странами, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан. Отмечаете ли вы эту тенденцию и можно ли ее исчислить уже в каких-то суммах? Да, я отмечаю, действительно идет замедление импорта из этих стран в Россию. Почему это нам важно? Потому что вот этот внезапно возросший импорт из Турции, Казахстана, ну и других стран, давайте говорить, Средней Азии особенно, это все была запрещенная или военная продукция, или продукция двойного назначения, или комплектующая для шахедов, ракет и так далее. И в конце прошлого года Соединенные Штаты провели большую работу, даже Блинкин выезжал на переговоры и предупредил, будем наказывать. И вы знаете, ну перестали бояться Соединенных Штатов, к сожалению, потому что слова расходились с делами, и в некоторых случаях и сейчас расходятся, но когда Министерство финансов и Федеральная резервная система через свои банки-корреспонденты в этих странах предупредила банки и Китая, и Казахстана, и Турции, и Алжира, и африканские даже банки, африканские, что она будет карать очень сильно, им дали месяц, чтобы свернуть эти операции, и там началась, ну вот такая, по сути, паника. Большие банки, мелкие мало боятся, ну им нечего бояться, потому что из них нечего взять. А вот большие банки начали закрывать все счета компаний, которые оформлены на российские паспорта, и даже физическим лицам, и даже физическим лицам, и даже там карточка мир, но не будем вдаваться в детали, и по этой карточке удары по платежной системе. То есть процесс пошел. Эффект мы увидим реальный, ну во втором квартале, потому что экономика инертна, и результат часто отстает от импульса, но на месяц-два, иногда три, иногда три. Поэтому давайте не будем говорить, будем говорить о существенном замедлении товарооборота, но речь идет так, чтобы для понимания, не о одном-двум процентах, а речь идет о 20-30 процентах замедления товарооборота. Это существенное. Но увидим, повторяю, только во втором квартале. А почему мы с вами в вашем эфире много говорили, что начинать санкции надо с банков. Банки – это самые хрупкие бизнес-структуры не только в Соединенных Штатах, а во всем мире. Им есть что терять. На корсчетах в американской федеральной системе или в Европейском Центральном Банке большие китайские банки держат, ну, можете себе представить, сотни миллиардов долларов иногда в некоторые дни. Ну, а десятки так точно. Представили, да, сумму. И Америка выписывает штраф, да, а она любит выписывать штрафы для банков, да, пенальти, ну, карательные такие санкции. И, как правило, это миллиард, два, три, пять бывает миллиардов. И это она делала не только, якобы, по странам, которые развиваются. Она штрафовала банки в Германии, во Франции и у себя в Соединенных Штатах на такие суммы. Вот поэтому ажиотаж. Остаются мелкие банки, но дойдут руки до мелких банков. У них просто нечего взять. У них там на корсчетах иногда там полмиллиона, миллион. То есть это не смертельная доза. А вот если с большого банка спишут пять миллиардов, то и до банкротства недалеко. Вот что происходит. И в этот же момент мы не должны забывать о таком сильном игроке, как Китай. Сегодня уже есть новости о том, что в Российской Федерации сильно беспокоятся о том, что Китай захватывает российский рынок. Как вы считаете, это первые шаги? Либо же нужно понаблюдать за Китаем и посмотреть, когда все-таки вот эти территории, которые Российская Федерация якобы сдает в аренду, но уже понятно, что они где-то там начинают отдаляться. И Китай все сильнее и сильнее наступает на финансовую систему Российской Федерации. Действительно, Китай умелыми шагами делает такой феномен, что страна, якобы большая страна, Раша, империя, они себя называют, начинает тотально зависеть от Китая. Если брать оборот нефти, газопродуктов, энергоресурсов, а это главная составляющая для российской экономики, то завязка здесь уже на уровне 80%. То есть Китай, ну и львиная доля Китая, конечно, монополизировал экспорт энергоресурсов. Больше того, он бы мог еще взять, но он говорит, да это мне не надо больше, уже будет опасно для моей экономики, когда я буду зависеть от одного поставщика. А кроме того, Штаты запрещают это делать, потому что Штаты тоже продают энергоресурсы Китаю. Вот, еще что хотел бы сказать, перейдем сейчас к географии, что вот этот рост, который Путин хвастается, было 3,5, 3,6, 3,7, это фиктивный рост. Это рост за счет государственных расходов на военно-промышленный комплекс. Ну вот, сделали они СУ-34 или СУ-35, да, сегодня, а завтра его сбили. Вот вырос ВВП там на 50 миллионов долларов, а завтра его уже нет. То есть, его уже нет, как правило. Наши вооруженные силы уменьшают этот рост, и я с кем угодно готов спорить, что минус, на самом деле, фактически минус. И вы начали с прекрасной цифры, 170 миллиардов убытков от падения, они так сказали, от неполучения доходов, которые могла бы получить эта страна, от экспорта нефтепродуктов. Я делал расчеты для прошлого года. У меня цифра в районе 100 выходила фактического падения. Фактического падения доходов от экспорта уменьшился. А экспорт – это ВВП. А импорт в Рашу увеличился. И поэтому, ну, не может физически даже быть экономический рост. Это фикция. Ложь. Мы с вами говорили, что ложь стала скрепой не только Путина. Через Путина она пришла в Минфин, Назбанк, ну, и стала уже скрепой этого глубокого, или как народа русского. Это скрепа, ложь. Без лжи жить нельзя. Если ты не лжешь, тебе твое место или в тюрьме, или за границей. К сожалению, для этого народа такой феномен произошел. А теперь про амбиции Китая. Я в своей книжке делал исследование, когда Китай начнет фактическое поглощение Раши. Мы знаем, что Путин рассчитывается перед СИ российскими землями. Он сдает в аренду площадя, но которая сопоставима с территорией Украины. Он тут воюет за маленькие клочки земли, да, хочет забрать, украсть у Украины. А отдает СИ территории в 3-4 раза больше. Можете себе представить? Причем отдает территории там, где есть и нефть, и газ, и лес. И все есть. И эти территории заселяются китайцами. Потом открывают кредитные линии. Согласно концепции Китая, если открыта кредитная линия, то покупать оборудование можно только в Китае. Более того, покупать строительные материалы можно только в Китае. Более того, строить могут только китайцы. Идет заселение китайцами этих территорий. Я сделал прогнозы. У меня, к сожалению, выходит в книжке «Антиукраинец». Я, может, буду делать перерасчет, но у меня выходил где-то 28-й год, когда народы этих территорий будут преимущественно состоять из китайцев, условно назовем. Но мы знаем, в Китае много народов на самом деле. И они уже будут голосовать на местных выборах за своих людей. А потом... Российская Федерация уже методичку про зеленые человечки уже опробовала на Крыме. Поэтому Китаю не нужно будет ничего даже придумывать. Вы абсолютно правы. Александр Владимирович, ограниченный во времени, спасибо вам огромное за этот разговор. Александр Савченко присоединялся к нашему эфиру. Спасибо. Спасибо. До свидания. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Продолжение следует...